ну что ребят привет мы сегодня с вами будем говорить про разные древние цивилизации вернее сегодня с вами поговорим о такой древней цивилизации как египет причем египет был не единый не только была древний древний не только был древний египет были и другие древние цивилизации ну начнем с вами с древнего египта и сначала выясним где находится египет кто из вас знает где находится египет маргарита наверно знает это интересно на каком материке в африке да а в африке какая погода кто скажет я давай африка а погода какая в африке погода какая жаркая да вообще где появились самые первые люди помните кто помнит мы с вами проходили были на таком пути обезьяны ну а где они появились на каком материке тоже да тоже в африке потому что жарко и потому что условия жизни способствовали тому что там можно было спокойно ребят будьте внимательны не из кого а где и так египет у нас находится на материке который называется африка здесь есть самое главное для жизни это большая река которая называется нил это река 1 2 самая длинная река на нашей планете ее длина 6 тысяч восемьсот пятьдесят два метра в водах египта в водах мила реки нил обитают разные животные например крокодилы множество рыб а в прибрежных зарослях там можно было увидеть бегемота дикую кошку уток гусей пеликанов в общем где вода там и жизнь мы же с вами тоже не сможем без воды жить поэтому древние египтяне селились вдоль реки нил видите какая она длинная почти пол материка занимает египтяне строили пирамиды вы это все знаете ну вот зачем они строили пирамиды маргарита я хочу сказать что в древнем египте тоже бывают еще еще вот такие вот маленькие ну мумии еще нет подождите тому мы дойдем да на вопрос ответим алиса давались зачем египтяне строили пирамиды знаешь ответ на прошла хотела сказать что в египте жарко да ребят кто-нибудь знает зачем египтяне строили пирамиды я знал у них там дом дом до мир чтобы хранить людей да вот нет они не прятались от жаркого климата и они там не жили в пирамидах египетская цивилизация зародилась пять тысяч лет назад представляете как это много правили древним египтом фараоны по-нашему это цари и простые египтяне считали фараонов богами а так как они считали их богами у бога тоже должен был быть дом на земле египтяне верили что душа человека может жить после смерти поэтому они строили гробницы сверху как правило была пирамида и в гробницы они складывали туда все предметы которыми человек пользовался при жизни тела фараонов после смерти я видел я видел как матрицу литерство от оптимуса спрятали братья этого ребят вам в фильме обычно выдуманное показывают на самом деле это не так для чего они вот строили пирамиды пирамида могли себе построил позволить построить только фараоны потому что это было очень дорого и очень много уходило туда ресурсов вы знаете что вот например пирамиду самую большую знаменитую пирамиду в мире которая называется пирамида фараона хеопса как там рассказывал один древний греческий историк который жил тогда и видел он рассказывал что ее одновременно каждый день строили 100 тысяч человек поэтому позволить себе строить пирамиды на своей гробницах могли только фараоны после того как фараон умирал тела фараона высушивали и обернув бинтами делали из них из него мумию и мумию доставляли в гробницу в пирамиде на специальные погребальные вот такой вот ладье клали в саркопак и везли в пирамиду а там были все вещи которыми фараон пользовался при жизни его трон его кровать чтобы после смерти египтяне считали что после смерти человек дальше продолжает жить жить только в другом мире поэтому у него должны быть все вещи которыми он будет пользоваться а еще египтяне делали мумии не только из человека но и из животных для того чтобы животные сопровождали человека другой жизни чтобы у него тоже там были домашние питомцы посмотрим мультик прав парамумию маленький такой но она такая мумия несчастная к сожалению я хочу я хочу то захочу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Три самые знаменитые пирамиды находятся в Египте возле города Каир. Каир – это очень большой город, это столица Египта. Видите, какой он большой? Сейчас покажу. Вот смотрите, вот это вот все Каир. И здесь находятся пирамиды. Так, сейчас, ребят, секундочку. Вот здесь. Итак, здесь находятся три самые знаменитые пирамиды. Первая пирамида, самая большая, называется пирамида Хеопса. Фараона Хеопса. Ее строил фараон Хеопс. Вторая пирамида поменьше – это пирамида его сына, фараона Хефрена. И третья пирамида – это пирамида Мекерина, его внука, который тоже потом стал фараоном. Если мы с вами сейчас зайдем на пирамиды, мы сможем с вами увидеть, насколько люди маленькие по сравнению с пирамидой. Видите, какие огромные каменные блоки? Вот это вот человек взрослый, а это один из блоков каменных, один из камней, из которых построена пирамида. Вот это вот пирамида Хефрена. Верхушка у нее была, вся пирамида была отделана белым, специальным белым камнем. И, как рассказывали древние историки, она сверкала на солнце, ярко-ярко. Что есть еще возле пирамиды? А возле пирамид есть та самая погребальная ладья, которой привозили фараона. Находится она у нас с вами вот здесь. Археологи, кстати, кто знает, кто такие археологи? Чем они занимаются? Дамир? Нет? Алиса? Я забыла вопрос, можете просто повторить. Я хотела ответить, но забыла. Кто такие археологи, Алиса? Археологи – это те, кто копают и открывают кости динозавров и выставляют их в музеях. Не-не-не, не динозавров. Ты правильно сказала, только не динозавров, а разные древности, да? Ну да. У нас есть динозавров, но не только их. Ну, конечно, еще кости динозавров, но не динозавров, а плюс кости. Смотрите, археолог, да? Археологи – это целая наука. И название тут из двух слов состоит. Архео – это древний, а лого – это наука. То есть наука о древностях. И археологи – это те, кто откапывает всякие древности. Мам, я скажу. Давай. Я хочу снова посмотреть мультик. Не, ну, ребят, мы сейчас не будем пересматривать мультик. Мы пойдем дальше. Почему? Потому что мне надо вам успеть много чего показать. Смотрите. Пирамида вот эта большая, она не одна. Здесь рядом еще есть три маленькие пирамиды. И эти пирамиды принадлежат женам фараона и его маме. То есть фараоны строили не только для себя пирамиду, но еще для жен и для мам. А жен у фараонов всегда было несколько. Ну, так принято было в то время. Так, мне надо вам показать ладью. Археологи нашли четыре таких ладьи вокруг пирамид. Вокруг пирамиды. Вот так вот выглядит ладья. Похоже на корабль? Да. Самое интересное в этой ладье, несмотря на то, что она из дерева... Мне больше на дилизабль похоже. Наверное, потому что она висит. Смотрите. Самое интересное то, что здесь нет ни одного гвоздя. Вот египтяне так строили пирамиды, перевязывали, связывали, склеили, склеивали, что им не нужен был ни один гвоздь. Лодки строили? Да. Лодки. И вот на этой ладье саркофаг фараона привозили в пирамиды. Фараон Хеопс, который построил вот эту вот пирамиду большую, считался очень жестоким правителем. Представьте себе, что вы король, правите царством, и вместо того, чтобы людям дать поработать и заработать на еду, вы их сгоняете на строительство своей пирамиды. И когда пирамида его была построена, вот эта большая, египтяне вздохнули. Хеопс как раз умер, его похоронили в пирамиде. Египтяне вздохнули и подумали, ой, как хорошо, теперь мы будем свободны и жить для себя. Но не тут-то было. Пришел фараон Хефрен, сын Хеопса, и тоже захотел себе пирамиду. И снова стал мучить людей, чтобы они строили ему пирамиду. А фараон Мекерин, внук Хеопса, он уже был помягче, поэтому его пирамида самая маленькая. И выглядит хуже всех. Если те пирамиды такие аккуратненькие, то сейчас я вам покажу, как разваливается пирамида Мекерина. Вот, посмотрите. Как вы думаете, почему запрещено на пирамиды забираться? Когда туристы туда приезжают, им говорят, на пирамиды залазить нельзя. Ну, посмотрите, они могут развалиться. Да, правильно, это опасно. Они могут развалиться. И обратите внимание, фараон Мекерин, помимо своей пирамиды, тоже построил пирамидки маленькие для мамы и его жен. Рядом. Дима и Артем, что вы хотите сказать? Не уговорите. Ну, что? У вас ручка подлета? Да, что можно туда провалиться. Да, упасть. В общем, это опасно. Видите, как она разваливается? Периодически с пирамид падают камни. Поэтому она даже огорожена. Ну, еще я думаю, что если по ним лазать, то и камни быстрее будут разрушаться. Ну, да. Алиса? Алис. Алис, ты шкалай хотела? Да. Пирамиду нельзя лазить, потому что она разваливается. Ну, да. Давайте идем дальше. С пирамидами выяснили, но возле пирамид есть сфинкс. Что такое сфинкс? Сфинкс – это такой большой, ну, песочный сфинкс, древний, древний самый. Это такая большая-большая каменная статуя, да, возле головой человека и телом льва. Это лето человека, тело льва, но они построили такую смешную. Ну, вот статуя сфинкса, она действительно очень большая. И считается, что она даже древней пирамид. Что она там делает? Археологи считают, что она охраняя… Ее построили специально, чтобы охранять пирамиды. Только одна лапа передняя у сфинкса 15 метров. Это, представляете, 15 вас вот так вот сложить в линию. 15 детей по росту будет. Если мы с вами… Мы с вами даже можем увидеть сфинкса вживую. Самое интересное, у сфинкса, как считает, лицо фараона Хефрена. То есть у сфинкса не просто тело льва, а еще у него и человеческая голова. Он похож на фараона. Его так строили специально. Давайте посмотрим. На настоящего сфинкса. Вот он, сфинкс. Видите, он даже специально в шапке фараона. Вот такая вот шапка, платок, называлась Нефес. И фараоны носили такие шапки. А еще у сфинкса нет носа. Кто знает, почему у него нет носа? Алиса. Микрофончик. У меня ручка все время исчезает. У меня ручка, потому что сама отключается. Не отключается. Микрофончик. Откуда… Ой. Зарапка какой вопрос. Почему у сфинкса нет носа? Кто знает? Алиса, говори. Потому что, наверное, этот король был без носа. Нет. Ребят, когда его построили… У нас много ручек. Еще есть версия. Арсений. Микрофончик. Я хочу сказать, что вот фараона построили из пирамиды. Сначала делали пирамиду, потом придумали и залали фараон. Соня, почему сфинкс без носа? Дима и Артем, почему сфинкс без носа? У него отвалился. Хорошая теория. Маргарита. Маргарита, микрофон. Я просто хочу сказать, что есть еще кошка. Кошка какая из гонявой человека. Ну, это и есть сфинкс. Тело кошки, а голова человека. Ну, не кошки, льва. Льва. Да, мир. Да, мир. Почему нет носа? Не хватило кирпича. Не хватило кирпича. Хорошо, сейчас узнаем, кто из вас. Льва прав. Есть легенда. Слышали про такого французского полководца, которого звали Наполеон? Есть легенда, что когда Наполеон пришел в Египет, его солдаты стреляли пушкой по сфинксу и отбили нос. Но если вам кто-нибудь такую легенду расскажет, сразу говорите, это неправда. На самом деле, когда Наполеон пришел завоевывать Египет, у сфинкса уже не было носа. А нос сфинксу отбил один не очень хороший правитель арабский, которому не нравилось, что жители приносят всякие дары к сфинксу, поклоняются ему, потому что сфинкс считается охранителем Нила. А мы с вами знаем, что Нил – это главная река Египта, которая приносила много полезного людям. Помимо того, что это были плодородные почвы, на которых можно было что-то, плодородная земля, на которых можно было что-то выращивать, на которые, это еще были всякие животные. И самое главное – это был тростник, из которого делали папирус, специальную бумагу. Так вот, жители Нила в Египте, которые жили возле Нила, они очень уважали сфинкса, и поэтому приносили ему периодические дары, чтобы его задобрить. Одному арабскому правителю это не понравилось. Он залез на сфинкса и отбил ему нос. Так, хотела показать вам, видите лапы? Считается, что сам сфинкс сделан из целого камня, то есть не кусочками, как пирамида. А сверху вот это вот то, что вы видите, кирпичики, это просто облицовка. Его обложили кирпичами для большей сохранности. И сфинкса очень долго, кстати, откапывали. Откопали его только в нашем веке нормально. Потому что когда люди, современные люди, увидели его, он был в песке по шею. Они даже не знали, что это такое. Если мы с вами посмотрим на карту, видите дорожку, которая ведет к пирамиде Хефрена? Вот как раз вот эту вот дорожку и охраняет большой сфинкс. То есть охраняет пирамиду Хефрена. Какая пирамида самая древняя? А самой древней считается пирамида фараона Джосера. Ее возраст 4800 лет. И построил ее знаменитый древнеегипетский архитектор, которого звали Имхотеп. Имхотеп был не только архитектором, но он был еще врачом, писателем и советником фараона Джосера, то есть министром. Египтяне так уважали Имхотепа, что со временем сделали его даже богом врачевания. А что это за пирамида такая? Она называется пирамида фараона Джосера или ступенчатая пирамида. И внутри, смотрите, как она выглядела внутри. Там не было так, что внутри все пустое, и туда заносили саркофаг фараона. На самом деле погребальная камера под пирамидой, то есть вот здесь вот внизу. И саркофаги фараонов заносили туда. Давайте я вам ее на карте покажу. Вот она, ступенчатая пирамида. Я хочу сказать. Давай. А мы можем после урока присмотреть мультика. Хорошо. Как вы думаете, почему ступенчатая? Потому что она ступеньками построена. Да. И это самая первая пирамида, такой блин комом, знаете, поэтому она действительно так разваливается немножко. Видите, она даже больше огорожена, чем та пирамида, которую мы с вами видели возле Каира. Здесь не только пирамида есть. Здесь целый дворец на самом деле находится. То есть для фараона построили целый дворец. Сейчас мы вот так вот посмотрим. Вот этот вот прямой угольник. А ее хранил фингс? Нет, сфинкса у него еще не было. Этот фараон жил намного раньше, чем фараон Хеопс. Поэтому сфинкса у него еще не было. Еще не придумали, что сфинкс должен охранять. Вот этот вот прямой угольник – это дворец фараона Джосера, но дворец для другой жизни, для загробной. Самое интересное был один обычай у фараонов. Сейчас мы с вами зайдем. Я сначала вам покажу ворота, которые остались. Я так понимаю, заходи и умирай. Вот, смотрите, какой высокой стеной был обнесен этот погребальный комплекс, как его называют, с пирамидой. Но вот здесь она уже не сохранилась. А вот так вот была вот такая вот большая-большая стена. И маленькие ворота. Если мы с вами в эти ворота войдем, мы даже с вами можем увидеть, что сохранилось внутри. В коридоре. Вот если человек приходил, он попадал вот в такой вот коридорчик, где было много столбов. И выходил во внутренний двор. Кстати, это самые первые столбы. Тогда люди не умели делать столбы. Поэтому, видите, они делали их соединенными со стеной. Это был такой первый эксперимент архитектора Имхотепа. И получилось красиво. Для того времени это вообще было очень-очень богато. Вот, видите, столбы не стоят отдельно. Они соединены со стеночкой обязательно. Итак, мы попадаем с вами во внутренний двор. Здесь есть пирамида. И здесь еще есть такое место, которое использовалось... Давайте вот так зайдем. Которое использовалось для специальной церемонии. Сейчас расскажу, какой. Параонам тоже жилось непросто. Вот в таком дворе, специальном, возле храма, параонов заставляли бегать. Дело в том, что если фараон правил 30 лет, он должен был пройти потом церемонию хвоста. Ему привязывали хвост животного, и он должен был пробежать по этому двору, чтобы доказать, что он еще способен править. Если он пробегал, все было нормально, то он мог править Египтом еще три года. Представляете, как тяжело фараонам было? Соня, у тебя вопрос? Да, у меня вопрос. А он что, просто хотел еще пробить? Он не хотел, чтобы уже был другой пробил? Нет, конечно, не хотел. Кто же откажется? Но была такая древняя традиция, церемония хвоста, когда он должен был доказать, что он еще способен править. Раз он может бегать, считали египтяне, значит, он может править дальше. Что находилось рядом с Египтом? Как вы мне вначале сказали, в Египте два моря. Сверху это Средиземное море, и сбоку это, то есть на востоке, это Красное море. Но на западе Египет окружает самая большая пустыня в мире. Потому что это пустыня? Вот это вот пустыня, да. Самая большая пустыня на нашей планете, как называется, кто знает? Пустыня Сахара. Пустыня Сахара, да. Если мы с вами сейчас зайдем на карту и посмотрим на глобус, давайте посмотрим. Видите, какая огромная пустыня? И находится она в Африке. Вот это вот все, это пустыня Сахара. Больше таких больших пустынь нету на нашей планете. Так вот, пустыня Сахара находится рядом с Египтом. На юге Египет гранил со страной Нубия. А на востоке была страна Ливия. Тоже две древние страны. Египтяне не только торговали с соседями, с Ливией, с Нубией, но и часто воевали. В Нубии было золото и слоновая кость. А с Ливией привозили кедр, тонкие ткани и серебро. Иногда египтяне не торговали, а просто завоевывали их. А с Нуби еще они привозили знаете кого? Рабов. К сожалению, в древности рабы были само собой разумеющиеся. И если египтяне захватывали, например, другую страну, они оттуда привозили не только золото, слоновую кость, дерево, они еще привозили оттуда людей, которых захватывали, и делали их рабами. Для древних времен это было нормально. Как вы думаете, рабы, это хорошо? Нет. Нет, конечно. Нет. Хорошо, что у нас сейчас такого нет. Все, все, кому бедные люди остаются вообще без денег. Я хочу вам сказать, что. Давай, говори. А зачем им слоновая кость? Слоновая кость? Это не у тебя красиво. А я вам сейчас, когда мы зайдем в музей, я вам покажу, зачем им слоновая кость. Из слоновой кости делали всякие украшения, и можно было сделать даже оружие, например, нож красивой. Ну, когда зайдем в музей, я... Прости, я тебя не слышала. А зачем нож? Чтобы людей, что ли, резать? Ну, иногда просто для красоты, а иногда, например, чтобы резать папирус. Папирус – это такая специальная бумага, которую изобрели египтяне. Так как там с одной стороны пустыня, с другой – море, деревьев там было мало. А мы с вами знаем, что бумагу делают из дерева. Но египтяне нашли выход. Они писали либо на глиняных и каменных табличках, либо на папирусе. Но папирус изготавливать было долго. Поэтому это был достаточно дорогой материал. Сначала они срезали тростник. Потом этот тростник нарезали на тонкие-тонкие полоски. Потом эти полоски складывали, заливали водой, отбивали и сушили. И тогда получалась вот такая вот тонкая бумага, которую скатывали в рулончик. Называется она папирус. ходили ли дети в школу в Египте? Как вы думаете? Да. У них ходили. Ходили. Ходили, но не все. В школу ходили только мальчики. Причем мальчики только из богатых семей. Из бедных семей дети в школу не ходили. Писали дети не на папирусе, потому что папирус это дорого. Мы с вами выяснили, что его очень сложно изготавливать. А писали они на каменных и глиняных табличках специальными заостренными палочками, которые назывались стилусы вот такие. И у каждого ученика был пенал с черной и красной краской. Вот здесь вот черная, вот здесь вот красная. И горшочек с водой. Писали они только черной и красной краской. Причем если они начинали предложение, то начинали они его всегда с красной буквы. Первую букву предложения всегда писали красным. и отсюда пошло выражение с красной строки. Вам в школе всегда будут говорить пишите с красной строки. Вот это выражение пошло из Египта, потому что дети в школе в Египте мальчики писали первую букву предложения всегда писали красным. А на чем они писали? Ниже бумаги и не было, наверное. А кто внимательно слушал? На чем они писали? На табличках глининах. Правильно. табличках как. Да. Учителя, кстати, были строгие. Учителям разрешалось бить мальчиков палкой, если они что-то делали не так. Кто такой Тутанхамон? Это, пожалуй, самый знаменитый фараон Египта. Но почему он самый знаменитый? Давайте с вами выясним. Однажды археолог по имени Говард Картер нашел неразграбленную гробницу и выяснил, что она принадлежала фараону Тутанхамону. Дело в том, что гробницы, которые находили до этого, они все были разграблены. Там было много золота и грабители всегда не прочь были поживиться. Поэтому неразграбленных гробниц до Говарда Картера никто не находил. И так как его гробницу фараона Тутанхамона не успели разграбить, там нашли много-много всяких драгоценностей. В том числе и знаменитую девятикилограммовую маску из золота. Поэтому Тутанхамон стал таким знаменитым на весь мир фараоном. Хотя ничего такого примечательного не сделал и умер, когда ему было 19 лет. Показать вам эту маску в музее? Вот она маска Тутанхамона. Мы сейчас с вами в музее, в Каирском музее, где все это хранится. И она весит 9 килограмм. Это маска из чистого золота. Вы спрашивали, для чего, например, слоновая кость? Для украшений. Вот здесь есть украшения вставки из слоновой кости. Фараон здесь изображен на этой маске в своем специальном платке, платке фараона, который назывался Нефес. И с короной. На короне изображена кобра. Маска состоит из двух частей. Если мы с вами посмотрим, то есть она очень большая. что еще нашли здесь? Например, вот такие золотые украшения. Это все нашли в гробнице фараона. Тут он хамона. А это саркофаг фараона. Почему саркофагов много? Сейчас я вам покажу. Видите вот эти вот так? Давайте вот так сделаем. Эта коробка была обычная гробница или что? Сейчас расскажу. Давайте вот отсюда наверное посмотрим. Так, вон там ну сейчас ребят. Итак, у нас здесь несколько ящиков больших коробки, как вы сказали. Дело в том, что вот эти ящики складывались один в другой. Видите? Вот этот самый большой, дальше поменьше, дальше еще поменьше. Сначала складывались вот такие вот ящики один в другой. Все они, кстати, тоже отделаны золотом, золотыми пластинками. То есть представляете, как это все дорого стоило и воришки не нашли. Поэтому тут он хамон такой знаменитый. Итак, складывали один саркофаг, второй саркофаг. Почему египтяне так это делали? Потому что они очень чтили зерна пшеницы. А у зерна пшеницы минимум восемь слоев. Поэтому и здесь было несколько слоев. Итак, четыре ящика и потом уже в самый маленький ящик складывали на специальной кровати саркофаг фараона. Причем саркофагов тоже было четыре. Один в другой, как матрешка. Сейчас я вам покажу. Вот это вот кресло. есть самая настоящая матрешка. Ну да, это и есть самая настоящая матрешка. Вот это вот кресло фараона. Оно тоже отделано золотом, драгоценными камнями и слоновой костью, которая была очень дорогая. Так, я вам хочу показать кровать фараона. Он не спал? да. Вот на такой кровати его заносили в тот ящик, а вот эти две дополнительные кровати клали внутрь. Вдруг ему захочется перелечь в другой жизни. Вот это то, что вы все видите, это все было в неразграбленной гробнице фараона Тутанхамона. Эти золотые фигурки, изображающие самого фараона и разных богов. Кресла, вот такие вот сундуки с драгоценностями. Все было в гробнице. Да, Алис? А что, в Египте золото есть? А может, папа граждан Ель Хамон, ему надежно подалили. Здорово. Золото, конечно, есть золото. Ну, здрасте, мы с вами же говорили, была страна рядом с Египтом, которая называлась Нубия. И в Нубии много золотых месторождений было. Египтяне специально туда ездили периодически, провоевывали Нубию, чтобы привозить оттуда золото. А почему эта страна была? она что, тебе что-ли ее нету? Нет, Нубии сейчас нету, сейчас часть Нубии это Египет, а другая часть Нубии это страна Судан. Странно же меняется, представьте себе, что это было все 5000 лет назад, то есть очень-очень давно. Ну что, идем дальше. Вот так выглядел археолог Говард Картер, который нашел гробницу Тутанхамона. А вот так выглядел по мнению ученых сам Тутанхамон. То есть помимо того, что он умер очень молодым, он был еще хромым и ходил с палочкой. Играем? Включайте микрофончики и вспоминаем. Можно говорить только да или нет. Я обожаю эту игру. Играем да или нет. Древние египтяне строили пирамиды. Да или нет? Да. У сфинкса голова обезьяны. Нет. 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 В египетских школах учились только девочки. Нет. Нет, только мальчики. В Египте есть верблюды. Да. Да. Тутанхамон был фараоном. Да. Да. Самая высокая пирамида это пирамида фараона Хеопса. Да. Да. Самая древняя пирамида это пирамида фараона Джосера. Да. 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 Кто сказал нет? Самая первая пирамида. Сфинкс охраняет пирамиды. Да. Да. Ну что, посчитаем сколько здесь пирамид? трех восемь. 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 Вот эти маленькие посчитали. Восемь. 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 Сколько здесь учеников в школе египетской? Восемь. 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 Раз, два, три, четыре, шесть, восемь, восемь, восемь. Девять, правильно. Десять. А теперь посчитайте мумий. Я, два, три, четыре, шесть, 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 шесть. А мумий все шесть пять. А египтян сколько? Раз, два, три, восемь. Восемь, восемь. Восемь. Ну, давайте посмотрим, что здесь лишнее. Тут динозавры. Человек, динозавры. Да, динозавры лишние. Давайте вот обводим. Динозавр здесь лишний. Русалочка. Русалочка лишняя, да. Что еще лишнее? Лопата, человек. Лопата. Да, лопата никогда не было. Лопата. Человек с книгами. Человек с книгами. Что еще? Глонад, 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 глонад. Глонад. Да, молодцы. Ну что, смотрим мультик про верблюда и археолога. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok